Здравствуйте! Продолжаем курс введения в телевизионную журналистику. Сегодня говорим о том, как искать героев и рассказывать истории. Сюжет – это умение рассказать историю в картинках. Думайте картинками, поизучайте комиксы. Истории хороши тем, что занимательны. Почему мы смеемся над скетчем? Он предполагает неожиданную развязку. Смех – это реакция на неожиданное. Сегодня у нас скетч «Так мне говорят родители». Но я думаю, что сегодня Аня будет мамой, а я буду дочкой. Понимаешь, мама? Я понимаю, я понимаю тебя. Если ты хочешь как-то себя проявить, просто сделай татуировку. В хорошем сюжете зритель получает удовольствие от профессионально поданной информации. Мы затянули зрителя в наш репортаж. Ему понятно, интересно, и это его касается. Это можно сделать через героя и его историю. История понятна, узнаваема, увлекательна, с неожиданным концом, симпатичным героем. Успех обеспечен. Например, какие-то нововведения, которые касаются пенсионеров или студентов. Можно взять длинное интервью, где растолкуют все эти нововведения. Будет понятно, будет касаться всех, но не будет интересно. А если найти героя? Ну, например, студент из ФУ живет в общаге, учится на первом курсе, едва сводит концы с концами, ест доширак и ничего не знает о возможностях получения специальных стипендий. Или у нас есть героиня-пенсионерка Марья Ивановна. Ей принесли уведомление о новых правилах о выплате пенсии, и она ничего не поняла. Уже есть эмоциональный синхрон. Затравка по поводу реформы и растерянность перед нововведениями. Вы коротко рассказываете ее историю. Делайте героиню ближе к зрителю. Работала с 15 лет, имеет знакомую всем медаль ветеран труда, пенсию делит с детьми и внуками. Возникла ситуация узнавания и сопереживания. Нужно снять семейный альбом, фотки, как смотрит наша героиня альбом. Не ленитесь в поисках картинок, если хотите сделать настоящую историю. Подводите к сути репортажа. Так что же делать Марье Ивановне с виртуальными накопительными деньгами, которые произошли и появились в результате этой самой пенсионной реформы? Даем слово эксперту. Это будет синхрон свидетельские показания. Но задать ему вопрос надо конкретный, от лица нашей героини. Типа ее пенсия составляет столько-то, она получила вот это письмо. Что ей делать? Эксперт сразу будет выглядеть и говорить человечнее и понятнее. Принцип «найди героя, расскажи его историю» работает всегда. Даже если вы снимаете, например, в законодательном собрании или в Государственной думе. Например, герой – депутат. Он будет голосовать сегодня на заседании против. Начните репортаж у него дома. Жена его собирает и говорит, чтобы он не лез в бутылку. Он говорит, я буду отстаивать свое мнение. Расскажите за кадром историю этого человека через фото и архивные кадры. Зрителю становятся понятны его мысли. Он уже его сторонник. И теперь заседание – лишь часть репортажа. И это почти реалити-шоу. Снимаем герой в момент, когда он выступает по мотивам своего голосования. Затем все голосуют «за», против «единицы» камера фиксирует эмоции героя. И финальное интервью. Я знала, что так будет, но я уверен в своей правоте. Даем микрофон оппонентам, проголосовавшим «за», а не убедительны. Но хорошо бы сформулировать им вопрос с позиции нашего героя. И вот у вас драматургия. Зритель поймет, как это интересно. Битва в парламенте. Он запомнит этот закон и выберет свою позицию. Либо на стороне героя, либо на стороне большинства. Ну, кстати, и герой может быть на стороне большинства. Кто может быть героем? Человек искренний, открытый перед камерой, интересный зрителю. Это либо маленький человек, человек с особенностями здоровья, либо успешный, идущий к цели, либо несчастный, идущий к счастью. Давайте поищем таких героев. Это домашнее задание. На этом сегодня все. На следующем занятии поговорим о закадровом тексте. Продолжение следует...